Добрый вечер. Наша недельная глава Ваишева. В нашей недельной главе мы будем говорить о Йосефе, потому что у нас появляется Йосеф и все происходит в принципе. У нас камера немножко сдвигается и фокус переходит на Йосефа, то есть немного Якова, потом мы уходим уже на Йосефа, который продан в Египет, попадает в дом Патифара, в тюрьму и так далее. И мы немножко будем разобраться с всевозможными происшествиями, которые происходят с Йосефой, понять их смысл. Хотя мы всегда можем задаться вопросом всевозможные разные происшествия, которые произошли с Йосефом, то есть продажа, дом Патифара, тюрьма, взлет до египетского царя, зам царя, зам фараона, второй человек после фараонового государства и так далее. Является ли это вообще частью одного процесса, о котором уже сам, кстати, Йосеф сказал братьям, потом, когда он увидел братьев, когда братья испугались, он сказал, то есть сейчас не вы меня послали сюда, то есть то, что вы меня продали, это не вы вообще сделали, ибо Бог меня сюда поставил, быть главой в доме фараона, для того, что и господином над всем его домом, правящим всем для того, чтобы вас спасти. То есть вопрос такой, есть какой-то план, который Всевышний проводит, есть ли смысл всевозможным, скажем так, событиям, которые подводят к этому плану, то есть как бы идут к этому плану, или нужно видеть весь смысл, сам Йосеф ошибается, он даже не видит весь план, то есть он как бы забывает, что план намного более масштабный, все не заканчивается на том, чтобы их кормить, то есть семью. План был более масштабный, он сказан еще у прадедушки Авраама, когда был Брэнд Бедом Бетарим, когда Всевышний сказал, То есть в принципе Йосеф начал процесс намного более длительный, который будет после него, и будет потом еще выход, то есть что они будут рабами в стране, не своей, и только потом выйдут через 400 лет, как описывает в пророчестве Еврааму, то есть в принципе процесс намного более длительный, намного-намного-намного. И в принципе, можно действительно на фоне этого сказать, нет никакого смысла всевозможных происшествиям, которые привели Йосефа. Допустим, Йосеф попал в дом Патифара, потом попал в тюрьму и так далее, пока он не взлетел в Вену. Кстати, там он тоже взлетал, пока не взлетел окончательно. И можно сказать, в принципе, это неинтересно. С другой стороны, в конце концов, к тому точке, то есть к тому месту, куда нужно прийти, всегда могут быть множество дорог. То есть не обязательно нужно пройти именно по этим точкам, которые прошли, которые прошел Йосеф. Можно было его довести до быть во главе дома фараона и без дома Патифара, и то, что произошло в доме Патифара, и без тюрьмы, и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому мы попробуем разобраться действительно со смысловой нагрузкой в двух происшествиях, которые произошли с Йосефом. В нашем рассказе, не появляется в нашей неделе о главе, это то, что с ним произошло, с его нахождением в доме Патифара. В Египте. И второе, его нахождение в тюрьме и происшествия, которые с ним произошли. Кстати, есть удивительная вещь, чтобы обратить внимание, эти события, два события, они очень похожи на себя по своей структуре. То есть в них есть, в принципе, они построены очень одинаково. Начинает Йосеф снизу, поднимается вверх, потом происходит что-то, и он, в конце концов, становится сносом. Сейчас падает Фениц, сейчас мы это увидим. И как базу для нашего понимания мы должны, скажем так, уже упомянуть, что те вещи, которые с ним происходят в этими двумя вещами, связаны с двумя проблемами, которые сделал Йосеф, будучи отроком в доме своего отца. Дело в том, что есть один аспект, который проблематичный был у Йосефа. Это то, что сказано в нашей Луи, что он приносил, то есть дебатам рааш. Кто дебатам рааш, он рассказывал плохие вещи в своих братьях. В принципе, деба – это клевета. Он клеветал на братьевых. В дословном переводе. То есть он доносил отцу информацию, которая являлась клеветой. Это первая проблема. Когда он был, кстати, понятно, что за это его явно братья не полюбят. И вторая проблема, когда он рассказывал про два своих сна в доме отца еще. Естественно, вызвав, то есть про отца, про братьев и так далее, вызвав, естественно, зависть, злость и, впоследствии этого, ненависть братьев. Но самое интересное, там происходит очень один момент. В его этих снах он никогда не упоминает Всевышнего. В этих двух снах до, то есть в доме отца, нет упоминания Всевышнего. Это наш базис, и мы сейчас начнем это разбираться и посмотрим, как эти две события связаны именно с этой дебатой, с этой клеветой и со снами. То есть тюрьма и дом Потифара. Давайте разбираться. Итак, первая наша остановка Юсефа в Египте – это дом Потифара, который является министром у фараона. И он описан полностью в 39-й главе, то есть 39-й главе по делению, которое разделено на главы. И наша глава в Египте. Вначале что сказано, нужно обратить внимание, что это обратить внимание, очень сильно выделяется повторение одного слова постоянно. В Египте. И было, и было, и было. Он в нашей главе повторяется 15 раз в 23 стихах. Это самое большое упоминание этого фразы в таком, скажем так, в одной главе во всем Танахе. Ну, я считаю, конечно, первой главы книги Берешет, где 20 раз упоминается, но там это повторяющаяся фраза постоянно. Веев эре веево кирьем шетоси. Это такой-то. Веев эре веево. Поэтому 20 раз повторяется. Там выходят 20 раз из-за... 12 из них, прошу прощения, 12 дней. То есть вееве – это повторяющаяся фраза. Поэтому здесь они разные. И в принципе, для чего это сказано? Что такое вееве? Вееве и было. И было. Это показывается очень интересное стечение обстоятельств. То есть одно обстоятельство накладывается на другое. То есть здесь есть какая-то особенность. То есть, что обстоятельства не просто так накладываются один на другое. Вплоть до того, что мы понимаем, что явно происходят ситуации так, как надо. И кто-то за этим следит, кто-то это управляет. Понятно. То есть мы очень сильно чувствуем таким образом, что Всевышний там, скажем так, очень сильно крутит всю эту систему. И в конце концов, то есть это происходит не только в скрытую, но и даже в открытую. Вплоть до того, что Юсеф это говорит, понимает. Сам Путифер это признает и так далее. В чем точно происходит, прямым текстом упоминается участие Всевышнего в том, что происходит с Юсефом. Это, во-первых, удача Юсефа, что у него все получилось. Он поднялся снизу рабов, стал в принципе главным домом Путифара. И стал очень близок к хозяину. И второе, это в том благословении, которое получает дом Путифара и за Юсефа. То есть когда у Юсефа все получается, то его назначает Путифара, назначает его своим, скажем так, начальником на все, в самом главном доме. И там упоминается именно то, что Всевышний в этом вмешался. «И обрел Юсеф милость в глазах его, и служил ему, и он назначил его над домом своим, все, что у него отдал в руки его. И было с того времени, как он его назначил над домом своим, именно всем, что имел, Господь благословил дом египтянина ради Юсефа. И было благословение Господня на всем, что у него в доме и в поле». То есть тут прямым текстом. В принципе, сам Путифар заметил вмешательство Бога из-за Юсефа, и поэтому он его поднимает на самый верх. И, в принципе, делает его самым главным в собственном доме. Теперь, на втором этапе, что происходит, Всевышний впутывается, мы сказали, дает благословение дому Путифару. И после того, как Юсеф, то есть, в принципе, назначен, то, что мы сейчас прочитали, на большую долость. И было с того времени, как он назначил на дом своим, на всем, что имел, Господь благословил дом египтянина. Дальше я ставил он все, что у него в руках Юсефа, и не знал при нем ничего, кроме хлеба, который он ел. Юсеф был красивым станом, красивым видом, и так далее, и так далее. Зачем нам этот рассказ рассказывается? Для чего? Такое вот интересно. То есть, в принципе, что есть тут вот это, скажем так, поднятие Юсефа в доме и приближение его к главному, кто в доме, очень напоминает нам, что ситуацию, в которой он был в доме отца. Он был выделен отцом, поднят как самый главный в доме отца и приближен очень сильно к отцу, он ему сделал, вот он это по симпатии, с данного опыта, если отец его любил больше всех, выделил с этим всех и сделал ему особую одежду, выделив его среди всех. Таким образом, что происходит? Юсеф снова поднимается на самую главную роль в доме, становится, у него появляются особые отношения с главой дома, как, в принципе, вот в чем в доме было. И именно в этом точке приходит испытание. Такое испытание, которое должно проверить, самое главное, выучил ли Юсеф урок из того, что с ним произошло. И, в принципе, не будет ли у него снова кружиться голова от такого положения, которое он снова занял. У него закружилась голова, вроде бы, по тексту в доме отца. Итак, что у него происходит? Кстати, в этом же испытании тоже появляется слово «вы» и «было». И тут снова происходит как бы снова соединение нескольких аспектов, которые привели, то есть, вроде бы, стечение обстоятельств, которые привели к проблеме. Что мы видели? И Юсеф был красив, то есть, да, сказано. С красивым станом и красивым видом. И случилось, то есть, в Иии после этих происшествий жена господина возвела взоры свои на Юсефа и сказала «ляк со мной». То есть, да, жена Патифара, ему предлагает возлечь. И тут, то есть, в принципе, что получается? Юсеф красавец, притягивает глаза, то есть, он не соблазняет, соблазняется на него, или не знаю, как назвать по-настоящему, то есть, хозяйка дома. И она хочет его соблазнить, то есть, да, на грех. Но в этом случае уже Юсеф говорит и упоминает Бога. То есть, он действительно выдерживает испытания, он действительно показывает его обязанности идти путями Всевышнего, и он не готов сделать грех. То есть, в принципе, он выдерживает, в принципе, испытания, поднимается над этим, и его, скажем так, не ослепляет его место завышенное. Кстати, вы знаете, в житейских вещах очень часто происходит, что человек, которого подняли и так далее, поставили рядом с женой, хозяин и так далее, ни раз, ни два, ни три, происходит измен. То есть, человек, загружилась голова, и он начинает чувствовать себя слишком уверен. У Юсефа не произошло это. Как мы читаем, то есть, Юсеф что говорит? Но он отказался и сказал жене господина своего, ведь господин мой не знает при мне ничего в доме, и все, что имеет, отдал в руки мои. Он не больше меня в доме этого. Я с господином почти на одной ноге. То есть, я почти одинаковый. И он не удержал в меня ничего, кроме тебя. То есть, он отдал мне все, кроме тебя. Потому что ты жена ему. А как же сделаю я это великое зло и согрешу перед Богом? И бывало, когда она говорила Юсефу ежедневно, а он не слушал ее, чтобы лежать с ней, чтобы быть с ней. Представьте, на мозги капало каждый божий день. И он выдерживал это раз за разом. И вот приходит тот день, когда никого нет в доме. Все ушли. И, в принципе, теперь жена Путифара может схватить Юсефа за отече, чтобы протащить к себе. Кстати, здесь очень тоже есть похожесть на начало нашей недельной головы, где братья снимают одежду с Юсефа. Здесь тоже снимается одежда с Юсефом. То есть та одежда, кстати, которую сделал ему отец, которая привела к тому, что он, в конце концов, сделал братьям не очень приятная, из-за того, что возомнил себя. Здесь, в этом случае, одежда Юсефа – это показатель именно его героизма, скажем, и умения устоять в испытании, которое к ним происходит. И то, что он действительно… Одежда теперь наоборот работает. То есть происходит исправление. Но с этим можно обратить внимание. Обратить внимание, как часто повторяется слово «бегдо». Бегдо, бегдо, одежда, одежда. Не знаю, на русском будет это слышно или нет, но мы попробуем. Она схватила его за одежду, его и сказала «ложись со мной». Но он оставил одежду свою в руке ее. Побежал и выбежал вон. И вот было, как увидел она, что он оставил в руке ее одежду свою. И выбежал. Вот доклинать домашних своих. Сказала им «посмотрите, он привел к нам человека, иври посмеяться над нами. Он пришел ко мне, чтобы лечь со мной». Я закричал громким голосом. И он слышал, что я поднял голос свой, закричал «оставил одежду свою». Пробежал и вышел вон. И оставила она одежду его у себя до прихода господина в дом. И пересказала ему те же слова, говоря «пришел ко мне раб иври, которого ты привел ко мне, ко нам посмеяться надо мною». Но когда я поднял свой голос, закричал, он оставил у меня одежду свою. Бежал. Он посмотрел, сколько раз повторяя слово «одежда». Это неважно. Улики, не улики. Вопрос в том, зачем столько раз повторять слово «одежда». Но мы поняли. Это нам рассказывают. Повторение множественного слова «одежда», когда это не надо повторять, оно очень ярко, то есть, скажем так, бросает нам, зажигает все фонарики и направляет «смотри сюда». Здесь важная вещь происходит. Какая важная вещь. То есть, да, то, что мы сказали, что одежда, которая привела к разногласию с братьями и та, которая повлекла эти события, за которые он попадает в этот дом Патрифара и так далее, в конце концов, это та, то есть, она стоит в противовес снова одежде, которая показывает, что Йосеф, да, исправляет свои пути. То есть, теперь он поднялся на высокую ступень, снова есть какая-то одежда, и он выдерживает испытания и не готов ни в коем случае, скажем так, позволить успеху и своему положению воскружить ему Бог. И, в принципе, вроде бы по такому шикарному, серьезному, мощному описанию, что Йосеф, кстати, за это назван Йосеф Ацадик, Йосеф праведник, он выдерживает испытания, и вроде бы мы ожидали спасения Всевышнего и так далее, он падает еще сильнее, то есть, снова он с этого момента, то есть, что происходит, его берет, как мы читаем это дальше, и взял его господин Йосеф и отдал его в темницу, здесь заключены узники царя, и был он там в темнице. То есть, в принципе, он летит назад еще больше в яму, чем он был раньше. То есть, раньше до этого руководства, теперь он сейчас садится в темницу. То есть, по идее, получается, он получил обратно от того, чтобы он вроде бы заслуживал за свое поведение. Почему? Почему Всевышний делает так, что это происходит? О, тут очень важная ответственность. Одна вещь. То есть, в принципе, мы сказали, что Йосеф полагается наказание за то, что он клеветал на братья. Совершенно верно. Таким образом, скорее всего, если объяснить, через мышление это можно доказать, но я не буду в это заходить. В принципе, скорее всего, клевета была связана с небольшой ложью. Таким образом, Йосеф наказывается мера за меру. Он должен сейчас почувствовать всю эту гадость, все это ощущение человека, который попадает в наказание или что-то происходит из-за того, что на него наклеветали. То есть, в принципе, он находится сейчас в том же положении, в котором находились его братья, когда он говорил о них при отце. То есть, он такой хороший, на уровне называется братьев. В конце концов, он попадает в эту правильность. Зачем? О! То исправление, которое делает Йосеф через переживание того, что он в Кудан, то есть, той же ситуации, которую пережили братья, поднимает его на более высокий духовный уровень. Но до сих пор еще Йосефу надо пройти именно вот это ощущение, когда клевета бьет по тебе очень жестоко. Для чего это надо? Для переосмысления всего, что произошло, когда он уже встретится потом с братьями. То есть, чтобы понять, что происходит в своей шкуре, что в своей шкуре произошло. Это то есть первое, что происходит. Теперь переходим в второе. Разобрались по Теферре, переходим в тюрьме. В этом случае, то есть, в принципе, снова раскрывается наш круг. Снова летит Йосеф вниз-вниз-вниз-вниз-вниз. И очень быстро, естественно, не без помощи Всевышнего, уже в тюрьме добирается снова до самого верха, становится, в принципе, заключенным, очень свободным, потому что тюремщик, глава тюрьмы, доверяет все, и он шляется по камерам, в принципе, он уже, не выходя из тюрьмы, он хотя бы в этом смысле уже свободный человек, то есть, в принципе, снова он второй человек после тюремщика в этой тюрьме. Это мы читаем дальше, то есть, да, и был Господь Йосефа, снова Всевышний упоминается, и простер нему милость, и даровал он благовеление в очах начальника темницы, и отдал начальника темницы в руке Йосефа всех узников в темнице, и во всем, что там делали, и он был распорядителем, то есть, в принципе, вторым человеком сделал. Начальник темницы и не смотрел ни за чем, что в руках его, потому что Господь был с ним во всем, что он делал, дел Господь давал успех. То есть, что у нас выходит? В конце концов, и здесь он даже не следит ничего, то есть, в принципе, все в Йосефе в руках, то есть, он ходит, ключи у него, все в руках. Снова происходит уже сам. То есть, в третий раз в своей жизни Йосеф начинает снизу, выбивается вверх, то есть, в третий раз, потому что мы считаем, дом отца еще, он же один из младших братьев, то есть, не считая Беднямина, конечно, он третий раз начинает снизу, добивается, то есть, в принципе, до верха, становится снова самым выделенным среди хозяина и занимает этот дом. То есть, да, то есть, в принципе, как в доме Патифара, начальник тюрьмы им все отдает, и тут снова описано, как и в доме Патифара, прямое вмешаться Всевышнего в это тело. Но теперь здесь уже все это приводит к особой ситуации, которая завязывается снова, снова попадается новая ситуация, то есть, именно вот это вот, то, что он поднялся, то, что он ходит везде, то, что он имеет ключи, то, что он имеет почти как свободный человек, приводит к новой ситуации, которую мы читаем дальше. И эта ситуация такая, «И было после всех происшествий провинились червеночерпий царя египетского и пекарь перед господином своим царем египетским. И прогневался порой на двух дворцев своих, на начальника в начерпи и начальника пекарь». У кого там работает штука? «И отдал их под стражу в дом начальника телохранителей, в темницу, место, где Юсеф был заключен, и начальник телохранителей пристал к ним Юсефу, и он служил им, и пробыли они год под стражу». То есть, в принципе, что мы читаем, что мы видим, мы видим очень интересные вещи. То есть, снова происходит, скажем так, стечение обстоятельств. Два царедворца, в принципе, царедворца или придворных фараона делают какую-то ошибку, но мы знаем, какую ошибку, потом попадают в тюрьму. Из-за того, что Юсеф ходит, то есть, в своем самом положении, то есть, он начинает за ними следить, то есть, как бы он с ними постоянно общается, и таким образом приходит то, что он с ними общается, он выясняет, когда происходит сон, который они видят, он выясняет в них как дела, и все приходит к тому, что начинается вот этот вот рассказ про сон. То есть, да, здесь, если уже сон и так далее, то если мы, то о чем идет речь в темнице, мы говорили, что с женой Патифара у него произошло, что? У него произошло выяснение отношений и исправления вопроса клеветы. Здесь какой сейчас вопрос будет решаться, если сны снова поднялись? Вопросы его снов. И здесь то, что у нас исправляется, то есть, это, в принципе, здесь центральная тема сны. Окей, теперь мы сказали, да, Юсеф рассказывал свои сны братьям, и это была самая проблема, но самое главное, Юсеф не упоминал Всевышнего. Не говорю, что Всевышнего, желания Всевышнего, и так далее. Он рассказывал от себя. Теперь, когда Юсеф слышит два сна этих придворных, то есть, виночерпия и пекаря, он действительно исправляет и эту проблему. Почему? Потому что вдруг он сразу же, до того, как он начинает им что-то объяснять, он им четко говорит. И они сказали ему, сон приснился нас, а истолкователя ему нет. Что говорит Юсеф сразу? Сказал им Юсеф, не от Бога ли истолкование расскажите же мне. То есть, он как бы упоминает Бог, но вообще фраза очень странная, что он говорит, по идее, с первого взгляда. Он говорит, кто может решить сны? Бог. Правильно? Правильно. Расскажите мне. Ты что? Бог решит, значит, расскажите мне, значит, ты Бог. Он поставил себя на одно место, понятно, что Юсеф в мыслях. Что имеется в виду? Поэтому Радак объясняет, что Юсеф в виду в этой фразе. Не то, что он Бог, почему нужно рассказывать. Радак говорит, что сны принадлежат Всевышнюю. И Всевышний приносит сны человеку. И он показывает им иногда в этих снах будущее. И поэтому и решение этих снов по-настоящему. Но чтобы люди поняли решение, то есть, эти сны, их решение, потому что если не будет решение, то есть, те, кто сможет разрешить и объяснить сон, то весь этот сон, что Всевышний показывает, пустая табрата времени. Поэтому не должен быть человек, который скишу Рим, но это дается от Бога. Что имеется в виду? Юсеф предлагает свои особенности человеку, который разбирается во снах и умеет решать сны. Но вместе с ним он описывает, что все его возможности, умение решить сны зависит от Всевышнего. И Всевышний только тот, который даст понимание, о чем идет сон. Более того, он также этим говорит, что реализация, будет реализован сон или нет, тоже зависит от Всевышнего. фраза на иврите, это известная фраза. Знаете, есть очень красивая, предлагаю найти, есть такая красивая рок-опера Андрею Вебера Райса, называется на иврите Юсеф и вот эта нагибка. Она дико красивая, на иврите есть. На иврите есть очень интересная фраза. Ария Юсеф очень красивая. Это рок-опера. Там очень такая красивая называется И он говорит на иврите Юсеф и Кутой на это посыпает. Она очень красивая, рок-опера. На иврите есть красивые теории, естественно, египетские и так далее. Стоит посмотреть даже постановки красивые. Леонид возвращается к нам. Юсеф подчеркивает, что тот, кто решит и тот, кто отвечает за все это Всевышнего. То есть, таким образом, что он делает, он исправляет ту проблему, которая появилась у него с этими снами. Носят Всевышнего сюда. То есть, мы знаем, что два придворных рассказывают свои сны, он их решает. В конце концов, так как Юсеф сказал, так оно и случилось. Как это случилось, давайте зачитаем. И возвратил начальника, Виночерпиев на должность Виночерпиев, а он подал чашу в руку фараону. А начальника пекаря он повесил, как и столковал им Юсеф. Но, в принципе, несмотря на все этим, заканчив наша голова очень печальным стихом. И не вспомнил начальник Виночерпиев о Юсефе и забыл его. То есть, Юсеф снова попадает в ту же самую точку, которая похожа на дом Патифара. То есть, он исправил себя, он поднялся, он сделал то, что надо сделать, и в конце концов ничего из этого не вышло. То есть, тут называется Бапах Нефиш. В каком-то смысле, то есть, да. Но это сразу ничего не вышло. Через два года еще тюрьма. То есть, в принципе, вопрос, почему? Но ведь Юсеф исправил себя. Почему это сразу не потому что мы знаем, что Всевышний все верно прикрутит. Почему Всевышний оставляет его там? Раша отвечает, у Раша есть ответ на это. Раша говорит, ибо Юсеф положил все свое, то есть, называется битхоно, положил весь свою надежду на человека, поэтому засел еще на два года, потому что нужно было полагаться на Бога. Как сказано, Это тоже в деле, что Всевышний его оплот и надежда. И они полагаются на людей, а ведь дело в том, что египтяне, как говорит Раша, круим рагав. Так выходит, мы не дошли, потому что египтяне называются рагав. Но это комментарий очень тяжеловат. В чем он тяжеловат? Вам ничего не мешает в этом комментарии? Я вам скажу, что мне мешает. Мне мешает, что мы всегда учим постоянно, что человек должен прилагать все свои усилия. Какие у него есть? Использовать все качества Всевышний поможет. Он не должен сидеть и пока к нему это придет. Ну так он это сделал. Он говорил, что Всевышний все действие, которое он может бросать крючок, чтобы Всевышний сделал. Так почему он тогда остается? В чем проблема? Ответ на это можно сказать другой ответ. Тут есть ключевое слово, которое появляется в словах Йосефа. Вот оно проблематично. В словах Йосефа, когда он рассказывает этим придворным, что с ним и как и увидел начальник и сказал Йосефу, я тоже не своем перед а верхний здесь чуть выше. Если же ты вспомнишь обо мне, когда тебе будет хорошо, и сделаешь мне милость, и напомнишь обо мне фараону, то выведешь меня из этого дома, ибо я украден был с земли и в Рим, а также и здесь ничего не сделал, хотя посадили меня в эту яму. Я ничего не сделал. А ничего не сделал, он ничего не сделал. Он ничего не сделал. Но что это за фраза а также здесь ничего не сделал. А где дальше? Что имеется ввиду? К чему относится а также? А также относится к Эрце в Риме, к земле, то есть откуда он пришел. Он там, то есть Йосеф не проникся, чтобы там была проблема. Он не взял на это ответственность. Там я тоже ничего не сделал. Ни за что мне произошло. Ничего не сделал Йосеф. Да, братья его продали. Да, братья это их нарушение на их душе, на их совесть. Да, его украли, правда. То есть вы украли, его продали и так далее, все правда. Но что к этому привело? Мы сказали в самом начале урока. Клевета и течение своими с нами даже не упоминая Всевышнего. Ты ничего не сделал. Кстати, намек на ничего не сделал. Уже появляется в доме Патифара и Патифара там фраза на иврите. Когда он говорит и ничего, то есть он не приберет для себя, то есть ничего. И то же самое потом с начальником. Начальник делал ничего, не делал меума, то есть Иосифу отдал. И здесь это явно намек на то, что он должен исправить меума. И он говорит ему, я ничего не сделал. Да, ты ничего не сделал. Точно? Получи еще два года. То есть в этом проблема. То есть в принципе проблема в том, что он должен это исправить. И таким образом что у нас получается? В обоих, то есть что у нас получается? что снова Иосиф должен побыть здесь еще два годика. Для чего? Для того, чтобы закончить абсолютно то есть закончить круг то, что называется воспитательной серии от Всевышнего. Для исправления двух проблем. Одну в доме, то есть он в Потифара прошел исправление, вторую здесь. Но здесь прошел исправление с точки зрения он начал говорить со Всевышнего, что в конце концов все сны от Всевышнего и так далее. И Всевышний решит, будет решено или нет. Но есть одна проблема. Нужно взять еще ответственность за то, что было там. За это еще два года. Для того, чтобы в конце концов закончить эту проблему. С другой стороны рассказы одинаковы. Он приходит снизу, поднимается вверх и падает. Как в доме Потифара это произошло, так и здесь в тюрьме. То есть он вроде поднимается вверх, в конце концов рассказ с тюрьмой печально. Через два года проблема решится. И то, потому что уже снова Всевышний вмешался со снами. С фароном. Если Всевышний не вмешался со снами, так бы сидел он бы там дальше. Вот. Таким образом, что мы здесь видим? То есть со своей, скажем так, длинной дорогой от ямы, в которой, кстати, снова кинули. То есть он тоже в очем доме поднялся и в конце концов закончил в яме. То есть вот этот длительный путь от ямы, в которую его бросили братья, и до быть вторым человеком в Египте Йосеф в принципе прошел два дома. Бейт Потифару, Бейт Сога. Дом Потифара и дом заключения. В обоих домах он получил, скажем так, признание центральной личности кинули. который в этом доме, который дал ему полное доверие. В обоих случаях, то есть он проверил его вера Всевышнего и прошла на ура проверка. В обоих случаях, несмотря на его удачу в выдерживании испытания, успешно прошедшее испытание, он еще до сих пор остается, скажем так, в плохом положении. пока он не поднимает сон. Для чего? Для того, чтобы все эти задержки, все эти испытания произошли именно для того, чтобы Юсеф испытал на своем, скажем так, на себе, на своей шкуре к левету и что делают сны, когда они рассказывают, то есть когда не участвует Всевышний, когда ты с ними разбираешься и даешь, то есть просто бросил сон. Он должен пройти и должен был принять полную ответственность за то, что происходят с братьями. Для чего это надо? Это надо для того, для его новой встречи с братьями, абсолютно уже пересмысленной Юсойфом и когда уже вот это вот, и с его стороны тоже принятие, что он тоже был неправ, а не только со стороны братьев. Для того, чтобы в конце концов произошло то, что называется в эти метатош ильяков шлема. То есть имеется в виду, что потом кровать его стало цельным, он уходил, все соединилось, стало цельным и исправным. Для этого Юсеф прошел этот путь, который и так должен был пройти, но он мог бы по-другому. Всевышний провел именно вот таким скажем с загабуленными и окольными путями через такие скотания. На этом мы сегодня закончим. Увидимся уже в последующей неделе. Я на этом месте выключаю запись, то есть мы закончили урок, с Божьей помощью увидимся, всех, кто слушал запись, все хорошего, до новых встреч. До новых встреч.